Военизация береговой охраны Китая вызывает опасения. Редакционная. Окаида Шумбун, Япония. 5 июля 2018 года. В этом месяце береговая охрана Китая, аналогичная японскому управлению безопасности на море, вошла в состав военизированной полиции, находящейся под крылом Центрального военного совета. Это произошло в рамках реорганизации, необходимой для того, чтобы обеспечить Коммунистической партией единое управление государством. Точная причина введения береговой охраны в состав Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом, неизвестна. Вчера три корабля береговой охраны Китая впервые после реорганизации вторглись в территориальные вводы архипелага Сынкаку, входящего в состав префектуры Окинава. В Китае происходит постепенное слияние военных и полицейских сил. Если береговая охрана начнет принимать участие в военных операциях, это приведет к повышению напряжения вблизи Сынкаку и в Южно-Китайском море. В преддверии обмена визитами глав Японии и Китая отношения между странами улучшаются. Китай должен приложить усилия к тому, чтобы развеять все опасения. Япония также должна требовать от Китая убедительных объяснений. Ранее береговая охрана была в составе Государственного океанологического управления Китая. Когда суда Китайской береговой охраны приближались к территориальным вводам Японии, на это реагировало Японское управление безопасности на море. Министр обороны Японии Ицунария Нодера, подчеркнул, что Япония продолжит хладнокровно реагировать на эти действия, наблюдая за развитием ситуации. Скорее всего на данном этапе необходимо тщательно проанализировать намерения Китая. Министерство обороны Китая пояснило, что основные функции береговой охраны не изменятся. Милитаризация береговой охраны продолжается, в связи с чем растут опасения, что ее суда укрупнятся и станут более оснащенными. После сентября 2012 года, когда Япония национализировала архипелаг Санкаку, суда Китайской береговой охраны неоднократно нарушали территориальные вводы Японии. В конце прошлого месяца медицинское судно ВМС КНР прошло по прилегающей к территориальным вводам зоне. С тех пор напряжение не спадает. Чтобы предотвратить стихийные столкновения в Восточно-Китайском море и других регионах, в прошлом месяце правительство Японии и Китая запустили механизм коммуникации в воздухе и на море в виде прямого диалога между министерствами обороны обеих стран. Тем не менее этот механизм распространяется только на силы самообороны Японии и ВСК НР. Береговые охраны он не затрагивает. Требуется эффективная система. С учетом расширения морских интересов Китай направил буровое судно к газовому месторождению, которое находится вблизи медионной линии, разделяющей Восточно-Китайское море на Японскую и Китайскую части. В Южно-Китайском море Китай усиливает военную мощь. Кроме того, он ускоряет темпы постройки собственных авианосцев. В совместном Японо-Китайском заявлении, опубликованном в 2008 году, сказано, Восточно-Китайское море – это регион мира, сотрудничество и дружбы. Японии следует не поддаваться на китайские провокации, развивать диалог на различных уровнях и прилагать усилия к взаимопониманию.